Так, сегодня кушаем на наш завтрак и обед оладушки кабачковые, они почти такие как беточки получились, 3 кабачка, там лен, кунжут, мука, в общем всякое добавила, вкусно и полезно, домашняя зелень, огурчики тоже собрала утром, сделали чесночный соус, кабачковая икра, остатки соуса с пинзой и кабачок, персики и ягодки, которые я сегодня собрала в огороде, еще сейчас для кабачковой икры хлебцы достану, какие огурцы все-таки, сочные, домашние вообще не сравнить с магазинными, очень вкусно, приятного аппетита всем, кто тоже кушает. Сегодня полным ходом снова заготовки, я нарвала мангольда, все палочки, вот здесь у меня тушатся, они на дне, а сверху голубцы, тоже в мангольде, вот у меня фарш с рисом, с луком на голубцы, а вот эти листики буду еще замораживать все остальное, то что мне пригодилось сейчас на обед, и муж помогает мне, режет здесь петрушка, укроп и зеленый лук, они вот так вот, все это перемешаю и заморожу по силиконовым формочкам с водичкой, я уже показывала несколько раз во влогах, водичкой потом заливаю и замораживаю в такие камушки, потом удобно добавлять зимой во всякие блюда зелень, смешиваю всегда петрушку, укроп и зеленый лук сразу три в дно, очень удобно. Надо попробовать арбуз, кстати, уже такие вкусненькие, но еще не супер сладкие, но он уже, в принципе, такой яркий, ягодный, спелый, вот, и что еще? Вручу голубцы, тут у меня уже готово, ах, какой аромат стоит, это можно выключать, вот, это мы сейчас покушаем. Мы в прошлый раз попробовали, вот, первый раз такой рецепт, именно голубцы в листах мангольда, как же это вкусно! Слушайте, всем рекомендую, если вдруг у вас на огороде еще до сих пор не растет мангольд, обязательно посадите, у кого есть огород. А если сейчас, то можно взять просто свекольные листья. У меня вот это тоже мангольд, просто другого сорта, но вообще можно взять и листья потву свекольную и в них заворачивать, тоже будет, я думаю, вкусно. Ну, с мангольдом это просто шикарно, нежнейшие получаются голубцы, поэтому я решила заморозить. Вот, первая партия, еще будет столько же. Второй ряд, я прям сверху выложу пленочку какую-нибудь и, наверное, пищевой пленкой, может, накрою. И второй ряд еще такой сделаю, как вот, выкладываю на краюшек фарш и заворачиваю. Листы мангольда, они податливые, не надо ничем обрабатывать, гораздо удобнее, чем с капустными работать, и они намного нежнее. Короче, супер, я теперь буду так постоянно делать и хочу на зиму наморозить. Вот это я собрала сейчас самые крупные листы, у меня еще мангольд растет. Я думаю, что я попозже еще сделаю примерно, ну, вот сейчас будет два ряда вот такого, еще потом сделаю столько же, потому что очень вкусно. На зиму будет само том. Мы пообедали голубцами и я занялась зеленью. Вообще, у нас сейчас стоит такая дичайшая просто жара, что я выхожу в огород утром, делаю там по возможности, что успеваю, собираю урожай. И вот днем, когда жара стоит, я дома, ну, если мы дома, занимаюсь тем, что заготовки на зиму готовлю. Вот так вот проходят сейчас дни. Все, отправляю зелень в морозилку, сейчас еще как-то все это скомплектую, чтобы поместилось, потому что там уже голубцы же стоят. Смотрите, только какая красота. У меня тут радость, хочу поделиться с вами своей радостью, смотрите. Первые помидорки через пейвд, как же я их ждала. Вот такие. Вот такие красавцы на солнышке. Уже скоро первые будем пробовать. Вообще, я смотрю, вот тут уже начинают спеть много кистей. Хороший урожайный сорт. Мне понравился. В следующем году я какой-нибудь подобный выберу, потому что много дает урожая. Розовые помидоры, вот они тоже, кстати, спеют. Сейчас покажу. Секундочку. Два помидорки, новые спеют, завязываются. Вот там еще помидорки. Я розовые помидоры просто обожаю. Ну и черри тоже. Вот они, кисточки. Вот они. Красота. С этой стороны у меня в кашпо черри растет. И тут базилик еще. Тоже уже там, видите, помидорки завязываются. Совсем крошечные. А здесь розовые помидоры еще в другой части огорода. Вот здесь кусты совсем маленькие, зато помидоры, вот смотрите, какие хуже. На каждом кустике либо завязываются, либо уже спеют помидорка. Вот такая красота. Вот тут кто-то пожрал мою помидорку, смотрите. Я знаю, кто тут такие гусеницы. Вот так бывает. Уже второй выкидываю. Тут, пожалуй, надо обрабатывать периодически. Ну я биопрепаратами, но обрабатываю. Вот. Красавцы. У нас полисадники. Просто невероятно красиво. Цветов стало еще больше. Вот эти кусты просто потрясающе выглядят. Вообще, какая красота. И вот я хотела показать. Это такой вот как декоративный подсолнух. Видите, что у него? В самом верху. Он огромный просто вырос. Метра два с половиной ростом. И вот распускается. И у него под каждым листом по два еще цветка. Вот это будет красота. Вот еще один тут распускается. Такой же. Где-то еще один я видела. Где третий? Третий же был. Или мне показалось? Поломанный. С вареным его ветром поломало. Представляете? А был бы третий еще. У нас тут сегодня покупочки. Сейчас покажу. Пятерочку зашли. И в овощину. Пятерочки купили чебату. С оливками. Куда-то с оливками. Две штуки. Майонез. В овощном нектарины. Все в петерочке кетчуп. Тоже из овощного персика. Это перцы бульгарские на салатик. Это еще чесночный багет. Это вот все в пятерочке. У них собственная пекарня прям там. Он даже еще тепленький. Чесночный багет ржаной. Очень вкусный. Помидоры. Я взяла прям 2 килограмма. Розовые хорошие. И 2 килограмма. Не, 1,6 кг. Лимонов. Но мы лимонов много едим. Потому что по утрам воду с лимонным соком пьем. У нас плюс еще салатики. В день уходит где-то 2 лимона. Поэтому берем всегда много. Такие покупочки. Еще у меня вайлдберрис посылки. Сейчас покажу. Так, ну и посылочки с вайлдберрис. Не знаю, что тут помечают. Что-то помечают они свои пометки. В общем, у меня тут 2 футболки. Сейчас я их покажу поближе. Раскрою сразу обе. Вот такие 2 футболки красивые. Они оверсайз. Но при этом укороченные. Выше пупка. Мне очень нравятся в последнее время именно такие модели. У меня есть несколько. Но этого недостаточно. Я сейчас что-то вот перешла на такие. Более свободные от вещи. Но при этом коротенькие. С высокой талией. С брючками. С юбками. Очень классно смотрятся. Вот. Начну с вот этой. Это твоё. Вот такая коллекция. Color Mandarin называется. Это М-ка вроде. Да. Это М. На рост 172. И вот так она выглядит. Я беру М-очку, чтобы было посвободнее. Мне это нравится. Здесь вот такой значок. Тоже написано. Color Mandarin. Там есть, кстати, ещё и другие цвета. Я теперь... Вот она такая классная по качеству. Посмотрите. Как выполнен воротник. Какая строчка. Какая строчка. Очень плотная ткань. Приятная. Давайте посмотрим состав. Так. Состав 100% хлопок. Так что вот. Отличная футболка. Прекрасный состав. Строчка очень качественно выполненная. В общем, я прям, знаете, даже не ожидала такого качества. Ну, у твоё вообще часто... У них, знаете, как? У них бывают серии с очень хорошим качеством. А бывают не очень. Но я думаю, по цене, наверное, можно определить. Вот. Но это, конечно, шикарно. Шикарно выполненная футболка. Вот в таком ярком летнем... Летне-осеннем. Ещё у нас осень тёплая. Будет. Так что этот цвет мне очень нравится. Ярко-оранжевый. И вторая Бифри. Вот такая. Тоже М-ка. И... Что тут за состав у Бифри? Давайте посмотрим. А, что тут... А, тоже 100% хлопок. На рост 170 идёт футболка. Она потоньше. Вот на ощупь потоньше чуть-чуть. Хотя нет. Похожие вроде материалы. Ну, тоже хлопковая. Тоже приятная. Очень. Ну, по качеству тоже хорошая. Вот так выполнен воротничок. Аккуратненько. Цвет очень красивый. Светло-бежевый. Такой, знаете, универсальный. Как говорится, на каждый день. Тоже, видите, такая она. Она как будто бы даже ещё больше, чем та. Хотя обе они М-ки. Но это прям ещё более оверсайз. Я вижу и рукавчик шире. И сама по себе она шире. Но она тоже укороченная. Она выше пупка будет. Ну, если на рост 170 и выше, конечно. Вот так. Мне вообще нравятся вещи Бифри. Кстати, я их и в торговых центрах всегда покупала с удовольствием. И заказываю. Так что вот такие вот две футболочки на лето. Я теперь хочу... Вот такую же в Бифри я видела белую. Ещё закажу. Я сейчас их посмотрела. Они мне понравились. А вот в твоё есть такая же ещё ярко-голубая. Её тоже закажу. Классные. Так, мы продолжаем лепить сегодня котлеты. То, что фарш оставался же. Я его оставила, и мы уехали. Тут вот такой лайфхак показываю. Мы берём фарш, выкладываем слоем, таким, каким нужны котлеты. И вот так вот кружкой, чашечкой вырезаем. И получается сразу котлета. Это мы делаем на бургеры. Вот чтобы вы понимали, первые шесть я вот так вот катала шарики. Беру большую, ну, столовую ложку с горкой. И потом из этого уже формирую котлетки. А вот эти две вырезанные. Вот видите, какие они ровненькие. Кстати, панировка у меня это отразы, смешанные с мукой. Но большинство, ну, чуть-чуть добавила. Большинство это просто кукурузные хлопья. Покупаю в магните, они без сахара. И в них панирую. Получается очень хрустящая панировка. Для всего. Всего, в принципе, подходит. Вот. Ну, и для котлеток тоже. Вот. Я её перемолола. Всё вот так вот буду замораживать. Я сверху ещё один слой котлеток сделаю, когда они подмёрзнут. Вот. В этот раз все котлеты только на бургеры. Делаем круглые. Вот такого размера, как нам нравится. Ой, гляньте, как классно. Так намного быстрее, чем отдельно... Как-то теперь её взять. А, я вот так. А, вот сюда. Так намного быстрее, чем формировать кучу. О, гениально. Хотела показать и вам этот лайфхак. Всё гениальное просто. Так. Всё наделаем. Так, готово. В общем, у нас получилось 17 котлет. Вот. Здесь... А, подождите. 17. 17-15 ещё в морозилке. То есть всего 32 котлеты. Вот. Вот здесь 17. И ещё 20 голубцов. Я как раз по 20 штук заворачиваю. У меня листы монгольта оставались. Ой, по 20 штук потом фасую. Замороженные, в смысле. У меня как раз оставалось такое количество. Я ещё сделала голубцы. Там фарш с рисом. Вот. Если вообще вам интересны сами рецептики, то, может, как-нибудь и покажу. Ну, кому интересно, конечно, из... Что, как растительное... Из соевого мяса у меня всё это сделано. Все мои заготовки. Пишите. Если, по-моему, интересно, то о влогах как-нибудь покажу рецептики. Ладно, всё. Это отправляется в морозилку. Я тут готовлюсь к дню рождения и пеку тортик. Вот что хотела сказать. На Вайлберис вам показывала в распаковке сливки. Шантипак называются. Они идеальны для торта. Они сохраняют, кстати, 120 дней в холодильнике свою форму. Посмотрите, вот это литр сливок. Просто огромный таз. И посмотрите, как они взбиваются. Их, знаете, не то, что взобьётся у любого. Их главное даже не перевзбивать. Допустим, если для украшения тортика, чтобы консистенция была гладкая. Вот. Я испекла бисквит. У меня три коржа бисквитных. Вот такой он у меня. Рыхлый, классный. И промазываю сливками. Будет бисквит со сливками. Такой вкусный домашний тортик. Вот так выглядят сливки. Покажу. Вот и так называются. Ещё раз скажу. Заказывала на Вайлберис. Так что пользуйтесь. Очень-очень классные сливки. И они сразу со всеми загустителями. И даже с сахаром. Ничего не надо добавлять. Бисквит сладкий сам по себе. Сливки по сладости, как знаете, вот в баллончиках вот эти. Вот такие. Можно ещё подсластить, конечно, по желанию. Но нам показалось, что достаточно. Рекомендую. В общем, крем очень стабильный. Получается даже всякие украшения делать. Попробуем что-то делать. Мы, конечно, не кондитеры, но... И не стали добавлять красители. Но вообще... А мы тут посмотрим, что это что-то делает. Это посушит очень... Вообще, это просто супер очень даже интересно. О, вот что она делает. Это красиво, да? Да, ну-ка. Если я сделаю... Так. Надо потренироваться. Это лотос, чтобы вы понимали. Может быть, не каждый догадается, но я расскажу. Оп. Красиво. Красиво. Вот такой вот портик получился. Имененный. Вот увлеклись, как в шоу-кондитер просто. Перепробовали все насадки. В общем, всё. Отправляем это чудо в холодильник пропитываться. До завтра. Последние штрихи. Там замазывает. Где чуть-чуть видно бисквит. Ой, красота. Можно было ещё, конечно, красителями разными цветами. Мы решили они добавлять. И так красиво. Завтра ещё украшу. На скорость не влияет. Да. И на вкус. Завтра украшу малинкой, клубничкой, земляничкой ещё. О, точно. Да. Добавлю. Добавлю. Украсишь и будет самотом. Штрихов. Крем даже ещё остался. Его там очень много получается. Его литра, он увеличивается в три с половиной раза. Объёмный очень. Так, покажу вам, как сегодня я уже украсила. Клубничка, земляничка, малинка домашняя. Вот такой получился тортик. С днём рождения меня. Будем сегодня пробовать. О, будет очень вкусно. Даже ещё в разрезе, как выглядит. Мы уже по кусочку попробовали. Очень вкусно получилось. Класс. Так что сливки эти можем порекомендовать. И так, ура! Приехал мой подарок. Класс. В общем, подарочек мой пришёл. Доставочка-то прям в день моего рождения. Горячая коробка. Там жара такая стоит. Сейчас раскрою, покажу, что тут у меня за подарок. С днём рождения. Коробка в коробке. Это хорошо. Ух, тяжёлая какая, да вообще. Давай скорее распаковывать её. Опа! Вот, а тут вообще система. Тут классный массажный аппарат. Это называется прессотерапия. Кто знает, кто знает. Кто пробовал это чудо, тот тоже о такой мечтает. Сегодня разговаривала с сестрой, звонила она меня поздравлять. Это поезд, походу. Она теперь тоже такой хочет. Бросит ссылочку на этот аппарат, тоже хочет такой. Лучше бы они что-то другое дарили. Удлинительные ремни. Здесь вот такие вот штучки, они подсоединяются. И это всё дело надувается. И, короче, это такой лимфомассаж. Не знаю, как это объяснить на словах. Наверное, проще будет. Лимфодренажный массаж. Ну да, лимфодренажный массаж. Там идут ноги полностью, руки и пояс. Заказывал ты на Али, да такое? Да. Ну, можно и на Вайлберрис, но так будет выгоднее на Али. Вот сам аппарат, который включать. Вот этот блок, к которому подключаются вот такие вот трубочки. Потом эти трубочки к штанам. И эти штаны как бы надуваются на вас и делают этот лимфодренажный массаж. Это очень сильно удобно. Да. Классно. О, что это? Это какие-то штуки для этого. Под ноги, короче, подкладываешь. Там внутри? Ну вот так подкладываешь, да. И оно сжимает и давит подошву ещё чем-то. Прикольно. Я первый раз лимфодренажный массаж... Компрессионный массаж, как это называется. Супер. Я первый раз лимфодренажный массаж попробовала аппарат в футбус-клубе. И ходила на него. Он очень эффективно снимает отёки. Очень хорошо. Полезно это для тела, для ног. В общем, это очень-очень полезный массаж. Ну, и лимфу, соответственно, разгоняет. И у нас уже был лимфодренажный массаж и кушетка. Но он, короче, был у нас старенький и уже сдувался. И к тому же мы, короче, его продали. Починили и продали. И кушетку тоже. Ну, давай. И кушетку. Вот, видите, как покажу заодно на ноге, как выглядит. Вот так одеваете и он надувается. Это очень прикольная тема. Туда вот, да, на стопу вставляешь. И вот я выбрала себе в подарок вот такой аппарат. Вот буду массироваться. Это такой кайф. Просто ни с чем не сравнимый. Эти полчаса – это рай. Ни один массажист вас так не промнёт, как эта штука. Вот такой вот подарочек у меня. Наверное, лучше это на левую ногу. Ура! День рождения! День рождения! Спасибо! Класс! Ну, всё. Верти две на ней. Ну, всё, я уже когда... Не, я посмотрел комплектацию, чтобы всё было, да. Компрессионный массажёр. Сейчас, короче, мы тут просто в зале телек смотрим, поэтому решили разложить диван. И всё это дело здесь меня сейчас уложим, и я буду массажироваться. А вообще, завтра поедем и кушетку купим, и он будет стоять на кушетке, и будет удобно. Ну, как отдельная кушетка, понятно, потому что каждый раз его складывать туда-сюда – это неинтересно. Но сейчас пока на диванчике прилягу. Оформим место. Пока подключили только ноги, но вообще в дальнейшем, если я остальное, пояс руки подключим. Полный сервис. Да. Жаль. Жаль. Можно лежать на плясотерапии, ещё попивать Кока-Колу и тортом заедать с пиццей. Вот так вот. Ну, как тебе это надо куда-то вставить телефон? На самом деле, я тут только колу собираюсь пить, естественно. Кайф. Это так приятно. Вот он аппаратик работает. Всё, смотри. Всё тут у тебя. Он так вот надувает сначала. Тут четыре сектора. Раз, два, три, четыре. Он сначала надувает там внизу, потом выше, выше, выше. И вот лимфу кроет, гонит вверх и прокачивает, соответственно. Они по системе, в общем, получается очень полезно. А ещё у нас сегодня вкуснейшая пиццуля. Тесто шикарное. Воздушное. Я делаю на тонком тесте. Тут и сырок, и маслинки, и всякие вкусняшки. Очень вкусная. Всем тоже кушаем. Приятнейшего аппетита. Со дна вот здесь. Вторая вот тут ещё печётся. Смотрите, какая красавица. Аромат такой стоит. Сейчас ещё колу раскроем, холодную вообще будет идеально. Так, ситуация. Муж купил кушетку. До следующий день. Вы понимали. Вот она. Красотка. Я выбрала белого цвета. Ну, там, в общем, можно было выбирать у них в магазине. Есть вообще все цвета мира, да? Просто радуги и вообще всего-всего угодно. Но мы решили белую, потому что у нас преимущественно как светлое всё. Двери светлые, пол, мебель. Поэтому кушетка белая. Кстати, в прошлый раз у нас тоже белая была кушетка. Пресса терапии. Вот. Это чем удобная? Ну, мы взяли совершенно такую, более простенькую, можно сказать, в сравнении, например, с теми, которых там ноги отдельные, ещё что-то. Ну, это для всяких процедур. А нам, чтобы класть в пресса терапию, как раз самая, ну, которая для массажа, в общем, идёт. Она классическая такая. Нет, это не для массажа. Нет? А, там нет отверстия, да? Для массажа есть отверстия. А, ну, нам не нужно же отверстия. Для чего оно нам? Ну, и в случае для нас не надо будет. Ну, пока не надо. В общем, да. Нам нужна была именно просто плоскость, поверхность удобная, на которой можно будет класть в пресса терапию и её не убирать оттуда. В прошлый раз у нас была нескладная кушетка, и это было не очень удобно. Ещё в квартире, когда мы жили. Поэтому здесь мы решили её складную купить. Ну, для переезда, вот, например, очень удобно. Или когда, не знаю, что. Ну, короче, перенести её в другую комнату, вы поняли. Как-то мы решили, после той кушетки огромной, которая не складывалась, что это будет наилучший вариант. Красивая какая. Ну, просто эко-кожа. Эко-кожа! В общем, сейчас... Ага, вот так он раскладывается. Подушенция есть. Ты, ты, реально. Подушечка. Это... Мелочь, а приятно. Подружечка. О, вот так это всё дело выглядит. Оу, аккуратно. Да давай. Класс. Ну, супер. Она сейчас пока в зале постоит, потому что тут телек. А вообще, в дальнейшем в спортзале, когда телек мы поставим... О, ну подушка это, конечно, вообще подушка, да. Ну да, конечно, понятно, с ней легче. Вот так вот она выглядит. Блин. И это ещё тоже переедет в спортзал дорожка. Пока она здесь стоит, потому что я на ней хожу и телек смотрю. Вот. И кушетка здесь же пока поживёт. Ну, удобно, что её можно складывать и можно из чего убрать. Классно. Я довольна. Удобно? Так. Так, я переделала маникюр. Я давно хотела попробовать. Сейчас такой модный вариант французского маникюра френча с белой молочной базой. И даже один слой молочной базы я нанесла сверху уже на сам френч для вот этого эффекта, такого чуть размытого. И это очень красиво смотрится. Мне очень нравится. Он такой получается нежненький, незаезженный. И при этом аккуратный, красивый. Я вообще люблю французский маникюр, но делаю редко, потому что мне просто лень этим заниматься. Это заняло у меня где-то два с половиной часа. Я как перфекционист вывожу всё кисточкой. Мне хочется, чтобы было идеально. Особенно левой рукой. Вот сейчас правую показываю. Левой рукой это тяжеловато всё делать. Но, конечно, эффект просто вау. Кто уже пробовал такой вариант маникюра, пишите. А может, кому идейка будет, кто собирается к мастеру. Очень нежно смотрится. Я в восторге. Вот такой маникюрчик теперь у меня симпатичный. А ещё я сменила форму, как на ногах я сделала квадрат. У меня вот периодически бывает раз в пару лет, в год меняю форму ногтей. Вот у меня были округлые последнее время и на ногах, и на руках. Я вот когда делала педикюр, сменила педикюр на квадрат. Я показывала в прошлых. Вот в влогах мой шикарный педикюр. Он тоже красивый, очень получился. Там, как жемчужинки такие, с пудрой жемчужной. А вот здесь тоже на руках. Специально всё отрастила, чтобы сменить форму. И сделала квадрат. Прям красота. Я довольна. Как вам нравится? По-моему, супер получилось. И вот так, если смотришь, будто бы просто молочная база. Если поближе, то видно, что это френч.